Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать вместе с вами и рассматривать четвертую главу этого послания. Подзаголовок сегодняшней беседы «Что ты имеешь, чего бы не получил». В этой главе апостол 1 дает указание Коринфянам, как они должны относиться к нему и к его сотрудникам. И при этом очень тактично выговаривает им за недостойное обхождение с ним. Второе. Предостерегает их против гордости и самодовольства, давая понятием, что они впали в искушение. Слишком высоко думают о самих себе, а его и других апостолов унижают. Третье. Павел в этой главе призывает их относиться к нему как к отцу. И четвертое. Сообщает о том, что послал к ним Тимофея и что сам намерен вскоре посетить их. Ну, как уже мы говорили, предполагается, что как раз Тимофей и доставляет это послание в Коринф. И мы читаем 1 стих 4 главы 1 послания Коринфянам. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Святитель Иоанн Златоуст так объясняет эти слова. «Не сложив гордость их, смотри, как он опять ободряет их словами, как служителей Христовых. Потому не называйтесь именем исполнителей и служителей, оставляя Господа». Здесь Златоуст напоминает нам то, что они действительно называли себя именами разных служителей. Один говорил «Я Павлов», другой «Я Кифин», то есть Петров, а третий говорили «Я Аполосов». «Не сложив гордость их, смотри, как он опять ободряет их словами, как служителей Христовых. Потому не называйтесь именами исполнителей и служителей, оставляя Господа». «Строителями назвал учителей для того, чтобы показать, что не всем должно присваивать это дело, но кому следует и кто достоин быть домоправителем». Итак, священнослужители и они же домостроители – это тех, кого избирает Христос, но никто не должен называть себя их именами. Христиане должны перестать делиться на разные партии, группировки. Мы об этом более подробно говорили ранее. Домостроитель тайн Божьих – это человек, который сообразует свои действия в народе Божьем к благу самих верующих, исполняя особые поручения Божия. Второй стих апостол Павел пишет «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». То есть мало быть служителем, мало участвовать в домостроительстве спасения рода человеческого, надо и самому проявить верность. И Златоуст уже по этому поводу пишет «То есть, чтобы не присвоял себе того, что принадлежит Господу, и не приписывал себе вместо Господа, а поступал бы как домоправитель». Дело домоправителя – хорошо распоряжаться веренным ему, не называть своим принадлежавшему Господу, а, напротив, свое приписывать Господу. Каждый владеющий даром слова или имуществом, представляя это, то есть что это верено ему Господом, а не его собственность, пусть не удерживает у себя и не присвояет себе, но приписывает Богу, даровавшему все. Действительно, Господь есть Тот, Который посылает нам все необходимые блага, таланты, способности, и нет ничего такого в нашей жизни, чего бы мы не получили от Бога. Сама возможность видеть, слышать, обонять, осязать – это все то, что проистекает от Творца. И Павел развивает эту мысль. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Но в наше время для многих священнослужителей это очень важно, как судят о них другие люди. Но в противоположность этому в Священном Писании сказано, что плохо, если все о нас говорят хорошо. Ведь мы участвуем в духовной брани, которая предполагает конфликт не только с бесами, демонами и с дьяволом, но и с разными людьми, которые подпали под бесовское влияние. Поэтому неизбежно в нас полетят какие-то стрелы, обвинений, клевет, наговоров. И христианин должен к этому привыкать, буквально привыкать. Как один архиепископ мне говорил, на каждый роток не накинешь платок. И какое значение, если все будут говорить о нас хорошо, если в Писании сказано, тогда горе вам. Это плохо для вас, когда все о вас говорят хорошо. И мы знаем, как злословили Христа, о нем говорили, он пьет вино, он ест мясо, он общается с мытарями и грешниками, он совершает чудеса силы Вильзевула и так далее, и так далее. И сам Господь говорил, если меня злословили, если меня гнали, будут злословить вас и будут гнать вас. На самом деле гонения, они являются неким распознанием. Если человека не гонят, значит, он как бы растворился в этом мире, стал его частью. Но если мир воспринимает тебя, как некое инородное тело и пытается вытолкнуть из себя, это показывает то, что ты не растворился с этим миром, ты сохраняешь целомудрие веры и целомудрие призвания. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, и я сам не сужу о себе. Что значит «и я сам не сужу о себе»? Человек не имеет права совершить суд даже над самим собою. Ну, например, идя на исповедь, мы можем прийти и, скажем так, разоблачить себя, рассказать о своих грехах, падениях. Но вынести решение, можно нам причащаться или нет, это не наша прерогатива. Это прерогатива того священника, который принимает нашу исповедь. «И если человек не может объективно судить себя самого, а какая разница, что говорят люди?» И Павел продолжает. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». Почему, если он ничего не знает за собою, он говорит, что он этим не оправдывается? А потому что от человека могут быть сокрыты настоящие мотивации некоторых деяний. Вот Алексей Ильич Осипов, он часто обращает внимание на то, что святые отцы каялись в своих добродетелях. Они видели порочность в своих добродетелях. Не в том смысле, что сами добродетели были порочны, иначе бы они не назывались бы добродетелями, а в том смысле, что мотивация совершать эти добродетели, она могла быть порочной. Человек хочет хорошо выглядеть в глазах других людей, это его мотивирует. В конце концов, человек получает зарплату за свою работу в церкви, это тоже мотивирует его, и он хочет делать свою работу профессионально грамотно. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Господь, кстати, судья всем, и тем, которые злословят нас. Кстати, те, которые злословят нас, на чем настаивает Григорий Богослов, святитель, на самом деле они рассказывают о себе. Людям свойственно, на это обращает внимание Григорий Богослов, обвинять других людей в своих собственных пороках. А теперь вспомните последнего знакомого, который плохо отзывался от других ваших знакомых. На самом деле он рассказывал о себе. Посочувствуйте ему при встрече. «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Действительно, суд над кем-то, раньше появление судьи представляется чем-то излишним. В Библии сказано, что суд принадлежит Богу. И когда Бог будет совершать свой суд, тогда действительно то, что сейчас скрыто как бы во мраке, оно все обнаружится. И тут есть такая интересная деталь, на нее тоже надо обратить внимание. Например, отцы об этом пишут. Вы видели, например, как человек грешил, и вы считаете себя свидетелем того, что это было на ваших глазах. Но вы не видели, как он каялся, а потом вы начинаете осуждать его в глазах других людей с полной уверенностью, что вы говорите правду, вы знаете, что с вами произойдет в день страшного суда. Например, вы видели человека в крайне пьяном состоянии. Но вы не видели, как он каялся, как он исправился. Наш мозг устроен так, что мы судим о любом человеке по последней встрече с этим человеком. И если для себя мы всегда находим извинения и оправдания, и наша память так устроена, что мы забываем быстро неприятные моменты, связанные с нами, то о других людях мы больше судим именно по этим печальным впечатлениям, мажорным впечатлениям. И если вы будете говорить, что вы видели человека, он пьянствует, он хронический алкоголик, или там он блудник, он нечист на руки, он сквернослов, а эти люди исповедовались, вы знаете, как вы будете наказаны на страшном суде? Вы будете наказаны как блудники, как пьяницы и как злоречивые. Почему? Потому что в законе Божьем Пятикнижии Моисея сказано, если кто-то скажет что-то на человека, но это окажется неправдой, то воздайте ему тем, что он злоумышлял против брата своего. То есть, если ты хотел, чтобы его наказали как блудника, но он исповедовался, ситуация изменилась, ты будешь наказан как блудник, ибо ты говоришь о том, что уже не существует. Мы верим не просто в отпущение грехов, мы верим в божественное оправдание. Слово «оправдание» означает «никогда не был виновен». Таким становится каждый пьяница, каждый острослов, каждый блудник после исповеди. А ты помнишь поступок, ты его озвучиваешь, и в день суда ты будешь очень опечален. Поэтому не будем судить никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения. А это что такое сердечные намерения? Бог судит людей по их намерениям. Не по поступкам, а по их намерениям. И яркое доказательство тому – это продажа Иосифа прекрасного в рабство. В Библии несколько раз повторяется, ну, скажем так, вне контекста книги «Бытия», что братья продали Иосифа. Но почитайте внимательно книгу «Бытия». Братья не продали Иосифа. Иосифа у них украли, и продали, и перепродали, и он оказался в Египет. А почему же в Писании говорится, что братья именно Иосифа продали в рабство? Потому что у них было такое намерение. Они держали такой совет. Но раньше решение этого их совета его похитили, его украли из ямы, из зендама, куда они его поместили. Поэтому скрытые во мраке это подлинные намерения. Иногда благие поступки оказываются дорогой в ад. Но если они по-настоящему благие, эти намерения, то и сами поступки будут восприниматься как оправдывающие человека. Христос оправдывает своих распинателей. Прости им, Боже, они сами не знают, что они делают. Архидиакон Стефан делает то же самое. Они сами не знают, что они делают. И апостолы дают такую оценку, если бы ваши начальники знали, что это Господь, они бы так не поступили. Они это сделали по неведению. Значит, у них было намерение послужить Богу. И сам Христос говорит, наступят времена, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем самым служит Богу. И когда Саввел шел из Иерусалима в Дамаск с намерением перенести гонение на христиан из Иерусалима в Дамаск, дыша угрозами и убийствами, как сказано в книге Деяния святых апостолов, Бог его остановил и призвал на апостольское служение. Потому что даже в этом случае его намерения были служить Богу. И смотрите, что пишет святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, ибо праведники не взирают на суждения человеческие, ну, когда один человек осуждает другого, но взирают на суд вечного судьи, а потому и презирают слова бесславящих. Слова бесславящих – это когда кто-то позорит кого-то. Ибо поэтому Павел бесславящим коринфянам говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или другие люди. Святитель Григорий продолжает. Он, не находя ничего, даже в своей совести, за что мог бы укорить себя, присвокупляет, я и сам не сужу о себе. Итак, отдадим весь суд на волю Бога, ему принадлежит последнее слово. И слава Богу, что последнее слово остается не за людьми, а именно за Богом, не за дьяволом, который клевещет на нас даже перед Богом и оговаривает нас. Богу принадлежит последнее слово. У нас нету права, друзья, вот слушайтесь, у нас нету права даже осуждать еретиков, явных еретиков. Я уж не говорю о православных. Посмотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. Но кто ты, присвояющий себе такую власть и великую силу? Тогда сядет Сын Божий и поставит овцы одесную, а козлища ошую. Почему же ты присвояешь себе такую честь, которой удостоены только сон апостолов и истинной, во всем точной их преемники, исполненной благодати и силы? И они, строго соблюдая заповеди, отлучали еретика от церкви, как бы вырывая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена. Посему и Христос назвал это исторжением правого глаза, выражая сожаления отлучающих, объясняя тяжесть этого слова, то есть слова анафема, он употребил имеется ввиду Павел такое сравнение, как облегшие себя в царскую багреницу простолюдин и сам и его сообщники предаются смерти, как тираны. Так говорит он, и злоупотребляющие определением Господнем и предающие человека церковной анафеме подвергают себя совершенной погибели, присвояя себе достоинства Сына Божия. И смотрите, что дальше говорит Златоуст, когда он дает совет, как обличать упорных еретиков. Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господе вистоит или падает, не находясь более под властью человеческой. Конец цитаты. Суд запрещен каждому из нас и нам запрещена укоризна других людей, попытка их обесславить и опозорить. Второе послание Петра, 2 глава, 9 по 12 стих. Первоверховный апостол Петр пишет, «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальства, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших, тогда как ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, вот те люди, которые произносят укоризну, водимой природой, вот этой падшей природой, рожденные на уловление и истребление злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Здесь апостол Петр обращает внимание на то, что даже ангелы, осуждая людей, злословивших, поступающих бесчинно, не могут произносить укоризненных слов. Архангел Михаил, божий архистротик, не мог произнести укоризненного слова даже по отношению к дьяволу. И мы читаем послание Июды, первая глава, с 9 по 10 стих. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии, то есть сии люди, злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя». Итак, в пример нам поставлены ангелы, архангелы, сам архистротик Михаил, который в споре с дьяволом не произнес ни одного укоризненного слова не осудил, ибо суд это дело Бога, он принадлежит только ему. И кто ты, осуждающий другого человека? Кому ты уподобился? В книге Иова мы знаем, кому уподобляется тот человек, который позорит другого человека? Он уподобляется дьяволу. Помните, как дьявол наговаривал на Иова и говорил, окоснись его тела, вот тогда посмотрим, за свою кожу, за свою плоть человек готов все сделать. И апостол Павел продолжает, шестой стих, «Это, братья, приложил я к себе и к ополосу ради вас». То есть существуют какие-то сложности между христианами. «Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Здесь апостол Павел очень осторожно говорит о том, что, да, возникают сложные отношения, сложные ситуации, и если я вам выговариваю за что-то, на самом деле я рассказываю о себе. У нас тоже бывают сложные отношения между апостолами. Но здесь для нас очень важно, что Павел призывает нас не мудрствовать сверх того, что написано. В еврейском народе, когда говорили «написано», имелось в виду Священное Писание. Когда говорили «сказано», имелось в виду Священное Предание. И Павел призывает нас не мудрствовать сверх того, что написано. Почему он обращает наше внимание именно на Писание? Почему? Потому что предание – это целый океан, в котором можно много что найти. А записанное Божественное Откровение – это тот необходимый минимум, который мы должны выучить. Как блаженный Ироним Стридонский говорил, «не знающие Писания не знают Христа, Ибо Христос это и есть слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины». В первом послании Петра 4 глава 11 стих Петр пишет «Говорит ли кто? Говори как слова Божии». Что это значит? Это очень соотносится с тем, что говорит и Павел, призывая нас не мудрствует сверх того, что написано. Есть библейское откровение и мы к нему отсылаем любой вопрос. И мы говорим от этого Слова Божия, как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Блаженный Августин пишет «Только эти книги Писания называемые каноническими столь достославны, что мы веруем, авторы их ни в чем не погрешили против истины. Что же до прочих писателей труды, коих мне довелось читать, то, полагаю, не все в их трудах истина. Ведь какой бы ни достигли они учености и святости, это все равно просто их собственное писание и помышления». Действительно, почти у каждого отца церкви мы находим некие талагумены, частные богословские мнения, с которыми церковь никогда не соглашалась. Павел продолжает 7 стих 4 главы 1 послания Коринфянам «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?» Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Блаженные памяти Ирей Данил Сысоев пишет, Далее апостол уже прямо обличает «Кто тебя выделяет? Что же имеешь, чего бы не получил бы ты? Если получил же ты, что гордишься, как не получивший?» Он обращается к вожакам «Вот вы выделяетесь, у вас дар речи, замечательная речь, у вас есть какие-то особые благодатные дары, но вы от кого это получили? От Бога. А если вы их получили в подарок на временное пользование, то чего вы хвастаетесь, как будто это ваша личная собственность? Почему вы славу Божию приписываете себе? Когда человек начинает хвастаться каким-то даром, гордиться и превозноситься, то он это делает, как будто он этого не получил, как будто бы он это приобрел сам, своим усердием, своими стараниями, своими талантами. А кто дал тебе эти таланты? Кто споспешествовал твоему усердию? Есть очень много людей, которые стараются иметь, может быть, такие же таланты, как и у тебя, но они не получили. Господь предназначил для них другое служение. И смотрите, что пишет Иаков, 1 глава, 17 стих, «Всякое даяние доброе и всякие дары совершенные не сходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тенни перемены». Вы слышите? Отцы, братья, сестры, всякие дары совершенные исходят от Отца Светов. Здесь слово «свет» стоит во множественном числе, потому что всякое проявление благости, способности – это дар Божий. И в Евангелии от Луки, 16 глава, 9 стих, есть такие слова, слова Христа. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители». Ну, понятно, речь идет не о взаимодавце и должниках царя, речь идет о вечных обителях, когда обнищаете, то есть состаритесь, умрете, чтобы приняли вас в вечные обители. Кто? Ангелы. А в каком случае, если мы будем приобретать ангелов, как друзей, богатством неправедным. А что такое богатство неправедное? Это все, что ты имеешь в своей жизни. Возможность видеть, слышать, обонять, осязать, таланты, способности. Все это богатство неправедное. Ты скинешь руки и спросишь, а почему же неправедное? Потому что мы ничего этого не заработали. Мы не оплатили возможность видеть, слышать, обонять, осязать. Если мы не оплатим электричество в помещении, просто отключат свет. И мы будем сидеть во мраке. Действительно, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от отца. И мы читаем далее, восьмой стих. Апостол Павел продолжает. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Конечно, апостолу Павлу было бесконечно обидно, что они себя так вели. Ведь он основатель этой церкви, этой общины, он непосредственно участвовал в этой работе. И здесь он обращает внимание на то, что они впали в состояние некой прелести, они считают, что у них всего хватает, им уже не нужен павел, им уже не нужны другие апостолы, они считают себя самодостаточными, они ищут для себя некой автономии, если хотите, автономии, им нужен некий томос, который установит их право, как самостоятельные единицы в церкви, у них все есть, но когда человек говорит, что у него все есть, что он ни в чем не нуждается, то это самый тяжелый диагноз, когда какая-то община противопоставляет себя другим общинам, какая-то часть церкви противопоставляет себя другой части церкви, они говорят, мы самодостаточные, мы сами по себе, вот это состояние в Библии называется ладыкийским, ладыкия это самое страшное состояние, в которое могут впасть христиане, в книге Откровения Иоанна Богослова 3 глава 14 по 18 стих говорится об этом прелестном состоянии, и ангелу ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истинной, начало создания Божия знаю твои дела ты не холоден не горяч о если бы ты был холоден или горяч но как ты тепел а не горяч и не холоден то извергну тебя из уст моих ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебя обогатиться и белую одежду чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои чтобы видеть тепло хладное христианство самодовольное успокоенное это самое страшное состояние для христианина и здесь мы видим вот эти слова о если бы ты был холоден тот кто во мраке греховного падения собственного испытывает дьявольский холод он может инстинктивно начать стремиться к теплу или горяч а если горяч он других согревает благодатью и только тепло хладное законсервированное своем ложном благодушии христианство оно очень опасно такое православие в кавычках это вызов Богу и далее мы читаем девятый стих Павел продолжает развивать свою мысль ибо я думаю что нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти потому что мы сделались позорищем для мира для ангелов и человеков почему он так говорит мы сделались позорищем для мира почему в Библии есть ответ ибо ибо суду Божию начаться с церкви разоблачение церкви снятие декоративных рис сдергивание декоративных рис когда действительно служителей становится позорищем для мира для ангелов и человеков потому что в некотором смысле претензии мира они оправданы и даже в чем-то справедливы человеков можно обмануть а как ты обманешь ангелов но Бог попускает церкви что с нее начинается суд он устанавливает порядок что посему верующий на суд не приходит на тот последний суд ибо он осуждается в этой жизни и в этой жизни получает по полной программе и есть закон Божий и он не приложен заодно дважды не наказует поэтому если христианин терпит какие-то трудности переживания скорби он всегда знает за что и почему это происходит в его жизни это не случайность это милость Бога и самое тяжелое испытание это последние времена о которых у пророка Даниила 12 глава 1 стих мы находим такие слова и восстанет в то время Михаил князь великий стоящий за сынов народа твоего и наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди до сего времени но спасутся в это время из народа твоего все которые найдены будут записанными в книге вы слышите отцы братья сестры гонения римских императоров оказывается это не так страшно сталинские гонения хрущевские гонения будут более тяжелые времена и наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди и как бы на помощь нам будет прислан архистратик божий Михаил который будет защищать церковь последних времен далее Павел восклицает мы безумны Христа ради а вы мудры вы мудры во Христе мы немощны а вы крепки вы в славе а мы в бесчестие даже доныне терпим голод и жажду наготу и побои и скитаемся и трудимся работая своими руками злословят нас мы благословляем гонят нас мы терпим хулют нас мы молимся мы как ссор для мира как прах всеми попираем доныне почему они так себя странно ведут злословят нас мы благословляем гонят нас мы терпим хулют нас мы молимся они себя так ведут потому что они ученики Иисуса Христа который сам сказал вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего это как заведенная пластинка заевшая люби любящих ненавидь ненавидящих когда религиозная жизнь превращается в сферу товарно-рыночных отношений Христос говорит вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас добуете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не то же ли делают и мытари и если вы приветствуете только братьев ваших что особенного делаете не так же ли поступают и язычники и так будьте совершенны как совершен отец ваш небесный совершенство бога заключается в том что одинаково хорошо относится ко всему своему творению ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных далее апостол Павел восклицает не к постыжению вашему пишу сие но вразумляя вас как возлюбленных детей моих ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе но немного отцов я родил вас во Христе Иисусе благовествование посему умоляю вас подражайте мне как я Христу мы видим что апостол Павел не пишет все это к постыжению этих людей хотя он обращает внимание на их проблемы нравственные моральные они есть у всех людей но он вразумляет их как возлюбленных детей своих ибо он для них духовный отец да он пишет немного отцов то есть немного таких служителей которые действительно становятся для нас как бы родные отцы и в то же время он пишет я родил вас во Христе Иисусе благовествование люди рождаются через проповедь Евангелия через благовествование благовествование это радостная весть это само Евангелие понятие наставник относится к рабу было такое понятие в те времена детоводитель это тот который провожал ребенка в школу и конечно ребенок мог уважать такого детоводителя который учил его хорошим манером но детоводитель это не учитель в строгом смысле слова это не отец родной а вот своих учителей ученики в античном мире могли называть отцами и когда Павел говорит я родил вас благовествование он конечно этими словами как принижает служение вот этих детоводителей кстати в иудаизме тоже была такая институция детоводителей это мужчины которые водили мальчиков в хедер в еврейскую школу но детоводитель это не отец это не отец это слуга это охранник это тот который следит за манерами это воспитатель но это не отец так вот священное писание показывает нам что детоводителем является закон но закон строг мы не видим отеческой заботы о нас в строгости закона если она проявляется она проявляется вопреки закона и в Ветском Завете мы видим тоже такие проявления отеческой заботы и только во Христе Иисусе и через Него мы начинаем смотреть на Бога как на Отца любящего нас и через Его Сына усыновляемся Ему Закон это детоводитель ко Христу который усыновляет нас Богу Отцу и дает нам молитву которая начинается словами Отче наш в этом силы христианства мы выстраиваем принципиально новые отношения с окружающим миром и прежде всего с Богом далее апостол Павел пишет для сего я послал к вам Тимофея моего возлюбленного и верного в Господе Сына который напомнит вам о путях моих во Христе как я учу везде во всякой церкви как я не иду к вам то некоторые у вас возгордились но я скоро приду к вам если угодно будет Господу и испытаю не слова возгордившихся а силу ибо Царство Божие не в слове а в силе немножко непонятно почему Царство Божие не в слове а в силе помните когда Христос проповедовал то люди обращали на это внимание говорили он проповедует силою не так как книжники и фарисеи таким образом эти слова Павла не перечеркивают значение слова они усиливают значение слова слово должно произноситься с духовной силой и средоточия верующего сердца как в Писании сказано от избытка сердца говорят уста ибо Царство Божие не в слове а в силе чего вы хотите жезлом прийти к вам или с любовью и духом к родности человек сам должен определиться что он ждет от церкви в разумляющий удар жезлом по хребту такой ложный образ церкви создает сатана этот клеветник или человек ждет отеческой заботы и кроткой любви Павел ставит перед этой дилеммой коринфян чего вы хотите жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости последующие главы раскрывают смысл этих слов он как бы говорит о двух измерениях о законе и благодати ибо как сказано закон произошел через Моисея о благодати истина через Иисуса Христа это Евангелие от Иоанна итак сегодня друзья мы закончили изучение четвертой главы первого послания Коринфянам если мы будем живы Господь позволит то в следующий раз мы будем вместе с вами изучать пятую главу этого удивительного библейского послания берегите себя